Крупная коммунальная авария произошла ночью в самом центре Саратова. Без отопления остался 41 многоквартирный дом, сообщает информагентство «Саратов-24». Видео с места происшествия в редакцию прислали очевидцы. На улице Степана Разина, между улицами Кутикова и Московская, из-под земли забил столб воды, который достигал нескольких метров в высоту. По данным пресс-службы саратовского филиала «Т-Плюс», там произошло повреждение на теплосети, в связи с чем весь день будет ограничено движение между улицами Кутикова и Московская. Ремонтная бригада саратовского филиала «Т-Плюс» завершит работы ориентировочно к 20 часам. Без отопления остались дома на улицах Московская, Астраханская, Кутикова, Зарубина, Откарская, Большая Горная. Торговые павильоны на углу Вавилова и Рахова признаны незаконными постройками. Такое решение вынес арбитражный суд Саратовской области. Договоры аренды также признаны недействительными, и предприниматель обязан снести данные строения. За каждый день неисполнения судебного акта, начиная со дня его вступления в законную силу и по день фактического демонтажа, будет взыскана неустойка в размере 1000 рублей в день. То же самое касается объекта, расположенного по улице Большая Горная, 310А. Об этом сообщил глава города Михаил Исаев на своей страничке в Инстаграм. Энгельский гимназист Гранд Геваргян зачислен в МГИМО по итогам телеигры «Умницы и умники», сообщается на официальной страничке правительства области в соцсети. В Москве состоялась финальная игра «Умницы и умники». Победителями стали 12 человек, в числе которых ученик Энгельской гимназии номер 8 Гранд Геваргян. Победители подписали договор с ректором МГИМО об их зачислении в студенты следующего учебного года. Это значит, что Гранд Геваргян будет учиться в МГИМО. Каждому победителю также были вручены медали-ключи от МГИМО.